В Павлодаре прошел ряд мероприятий, посвященных Всемирному Дню Донора, который отмечается 14 июня. Как его отметили в нашем городе, смотрите в следующем сюжете. В преддверии празднования Дня Донора представители Павлодарского филиала Общества Красного Полумесяца организовали мероприятие на территории одного из торгово-развлекательных центров. Цель – информирование населения о донорстве. Наши волонтеры сегодня в течение двух часов разносили, раздавали буклеты с очень интересной информацией о донорстве. Затем вот здесь вот на данной площадке мы провели праздничную программу, где были и песни, и танцы. Также для детишек мы организовали игры с поощрительными призами. Для взрослого населения провели викторину. Представители Красного Полумесяца отметили благодарственными письмами и ценными подарками тех, кто регулярно сдает тромбоциты – самого юного донора и доноров с редкой группой крови. Один из них – Владимир Алис. Кровь сдаю уже в течение последних трех лет. Так получилось, что донором стало чисто случайно. У друга жена родила в перинатальном центре, понадобилась кровь. Он меня попросил в 2020 году сдать в марте месяце. Ну, я пошел сдал, никто не знал. Я не знал, что у меня редкая группа крови, первая отрицательная. Ну вот, с марта 2020 года я постоянно доноры очень часто звонят, очень часто вызывают. Чаще всего я сдаю компоненты крови – плазму, тромбоциты. В областном центре крови также наградили доноров тех, кто сдал кровь на безвозмездной и добровольной основе – 40 и более раз. Также благодарственным письмом от директора центра Ордака Кузекова были поощрены те, кто поделился своей кровью и ее компонентами три раза и более раз за год. Жители города в целом проявляют большой интерес к теме донорства. В год мы заготавливаем до 7 тонн консервированной донорской крови. В 2022 году были в центре крови совершены 11 244 донации. Около 10 тысяч доноров стали донорами крови и ее компонентов. У нас обращается в год до 15 тысяч потенциальных доноров, но, к сожалению, не все становятся донорами. Около 3 тысяч у нас идет временный или постоянный отвод от донорства. То есть на этапе до донации или они по лабораторным показателям не проходят, или на медицинское обследование у врача-терапевта. Донором крови может стать любой здоровый гражданин, достигший 18 лет. Процедура кровоотдачи проходит несколько этапов. Первым шагом донор заполняет анкету о состоянии здоровья и образе жизни. Затем проводится его медицинское обследование врачом-транфузиологом и лабораторное исследование его крови из пальца. Если по их результатам не будет выявлено противопоказаний, человек допускается к донации. Помимо крови и ее компонентов, донор героически оставляет в центре свое ценное время – от получаса до двух с половиной часов в обмен на бесценную жизнь нуждающихся в этом пациентов. Один из таких героев – Даурен Елиусызов. Я являюсь донором крови уже на протяжении четырех лет. Сдаю кровь практически ежемесячно или два раза в месяц. Ну и надеюсь, что данная моя кровь помогает людям, которые нуждаются в данный момент, как бы случай не случилось бы, ну надеюсь, спасать жизни. Это еще, наверное, с детства, наверное, вот, насмотревшись этих геройских фильмов, мультфильмов, как-то спасать жизни людей. И это хотя бы минимальное, что я могу на сегодняшний день делать. То есть я не являюсь, например, пожарным или скорой помощи не работаю. Ну, какой-то минимальный свой вклад внести хотелось, и поэтому вот решил сдавать кровь. Напоминаем, что донорская кровь может спасти людям жизнь при травмах, операциях, обширных потерях крови, заболеваниях крови и раке. Такое дарительство выгодно и самим донорам. Оно способствует обновлению их собственной крови, что полезно для здоровья. Также они имеют ряд привилегий. Например, бесплатное медицинское обследование и выдача справки о состоянии здоровья или освобождение от работы на один день с сохранением заработной платы.